День на планете всегда добрый Доктор Никита, терапевт и гастроэнтеролог Сегодня заметка о том, что такое дефицит внимания и туризм В современной ситуации, что я вижу в этом большом городе, в невероятном Риме Находясь неподалеку от Вилла Боргезе и, соответственно, парка Виллы Боргезе Я вижу, как люди проводят это время здесь Большинство из них просто в мыле, в поту, бежит, старается успеть посмотреть все здесь А это же огромная территория Здесь невероятное количество деталей, частиц, на которых можно просто застрять своим вниманием Даже не зная никакого исторического контекста, никакой культурной основы Вот настолько здесь можно погрузиться и вот часами стоять, смотреть на какое-нибудь хвойное растение Вот, я не знаю, оно огромное К своему натуралистическому стыду Я и не знаю, как оно называется Но можно застрять и смотреть на его кору часами И еще есть растения, это плантаны, огромные плантаны Как сродни дубу Их невозможно объять просто пятью человеком, скорее всего Я не знаю, невероятный возраст Так я вижу посещение, путешествие в новых местах То есть ты там появляешься и растворяешься А не то, что бежишь в поту, в мыле стараешься как можно больше поставить галочек Что ты видел, что ты слышал, что ты узнал, где ты себя зафотографировал Я даже проводил эксперимент Находил какую-то совсем невзрачную абсолютно стену у дома Вставал перед ней и вот так смотрел И телефон поднимал, якобы я буду сейчас сфотографировать И люди как рефлексом в очередь тоже рядом подходили, вставали Ой, что это смотрели, да То есть это такое стадное поведение современного туриста Я не говорю про какое-то классическое понимание туризма Я говорю про то, что сегодня я вижу Мой естественный эмпирический опыт сегодня в этом парке в Риме И раз это дефицит внимания, значит он должен проявляться и с соответствующим поведением Мы уже сказали, бег в мыле, несется в поту, все это смотреть И они же используют разные причудливые приспособления Для того, чтобы постараться везде поставить галочку Многие из этих приспособлений уже имеют моторчики электрические И это один из признаков заката, распада цивилизации Которые мы знаем, которые в классическом понимании Электросамокаты, какие-то эти четырехколесные с педалями крутилки Какие-то еще подобные И вот они на этом несутся, несутся, останавливаются, сфотографируются, несутся дальше Ходьба уже вышла из моды, понимаете Ходьба больше не является такой Какое слово мы назовем? Модное уже использовал Фэнси, фэнси есть в английском фэнси То есть ходить уже ты отстал от жизни, если ты ходишь Вот в чем проявляется дефицит внимания в туризме Это то, что ты не можешь заострить внимание на каком-то определенном моменте И ты стараешься быть везде Из-за этого огромная скорость передвижения И значит это что? Это везде и никак Как мастер на все руки Как он Jack of all trades, master of none Если на русский перевести, то это как Мастер на все руки И специалист ни в чем Вот что это такое То есть это очень поверхностно Я не осуждаю всех этих людей Которые вот так себя сегодня ведут Мое видео не должно кого-то обидеть Я рассуждаю сегодня с позиции докторской Потому что я как доктор Имею право такие делать заключения Почему? Потому что я хотя бы сегодня Редкий день в этом году Чувствую себя действительно здоровым И счастливым Это нормальное состояние человека Я не хочу никуда спешить Эти все галочки ставить, что я видел в Риме А то, а сё Это же расстройство, понимаете Это и есть тот самый день сыт внимания Которым я говорю Лучше я Одно, два, три максимум места И то это много за день посещу Но я в них растворюсь основательно Каждый дюйм прощупаю Везде прислонюсь Все везде посмотрю, потрогаю И вот это у меня будет впечатление Вот это я прожил называется Опять же, те, кто делает иначе Я не осуждаю Но Вот так вот Все и ни о чем Это, знаете Формальное А оно больное Спешка Это больное Зачем тебе спешить Если ты идешь своим путем Какая-то немецкая поговорка Есть о том, что Нам бежать не надо Мы идем по своей дороге А если нам нужно бежать То это не наш путь Вот что это значит Это значит, вы увидели А, мне не понравилось Или надо еще увидеть То есть вы не можете прочувствовать Это просто галочку Галочку Был здесь Был здесь Был здесь Был здесь Видел это Есть футболка Так это у американцев Транслируется Поэтому лучшее, что можно сделать Это одно-два места выбрать В них прийти И постараться прочувствовать эту атмосферу А что поможет прочувствовать атмосферу Ну, как минимум музыка Музыка из этих мест Из этих регионов Причем ближе к дате основания Конечно, этого места Немножко истории И уже вы сможете Атмосферу поймать Потому что каждое место Несет свою атмосферу И эту атмосферу Нельзя передать словами Как Сахар имеет сладкий вкус Слово-то сладкий есть Но оно ни о чем не говорит Пока ты Не попробовал на вкус Как и соленый И горький И другое Что такое сладкий, горький, соленый Слова А вот ощущение Оно передается только Эмпирическим опытом Так и с каждым местом Вот о чем я сегодня Хотел вам доложить В этом замечательном месте В Риме В этом тепле Здесь уже Здесь весна Еще только все Начинается Начинается А ощущается оно уже Как Полноценное лето В матушке России В которой все еще Лежит снег Сегодня я Почему я чувствую себя здоровым Потому что я Во-первых, это очень приятное место Где я нахожусь А во-вторых Я в состоянии волны Это моего, так скажем Изобретения Основанного на Законах природы И это делает меня Сегодня здоровым Я себя чувствую Замечательно Сколько же это у нас часов Ну ребята Так за сто Я уже перевалил Все За сто я перевалил Это моя отметка Посмотрим Как пойдет дальше Я не буду планировать Сколько я буду В этом опыте находиться Но это будет По ощущению Когда я почувствую Что вот Пора выходить И тогда я пойду уже На выход Самым биологически ценным рационом Как вы заметили Уже появляются Выпуски С ответами на вопросы Про волну Всегда Все что касается волны Находится ссылка В описании Где вы можете узнать Про метод Изучить этот метод Все это там есть Если у вас есть Возможность Задать такой вопрос Можете его использовать Сейчас Пока у меня есть Энергия Сила Настроение И соответствующая атмосфера Потому что потом Мы уже будем В другой ситуации В другой атмосфере С другими силами В другом месте И уже у нас будут Другие дела Задачи Заботы И проблемы Поэтому запомните Если вы не можете Удержать Время Не время Если вы не можете Удержать внимание На какой-то детали На достаточно долгое время И везде торопитесь Спешите И в итоге Везде и не успеваете Из-за этой торопливости То это скорее всего Дефицит внимания И одной из ярких Манифестаций Этого дефицита внимания Конечно Является тот Туризм Который вы видите Во всех больших местах Прибежать Все увидеть Вспотеть Везде сфотографироваться И в мыле Унестись дальше По следующим Каким-то планам И в итоге Это просто галочка Ощущение Атмосферы Самого места Скорее всего Не будет Ну я конечно Небольшой в этом плане Знаток и эксперт Таких путешествий И истории Мест Где бы вы ни были Европа Это или матушка Россия Вы везде можете Найти такое место Где можно Раствориться И полноценно И полноценно отдохнуть От этой ежедневной Суеты В которую мы все погружены Об этом же люди Стараются Выбежать Отдохнуть Избавиться От этой ежедневной Болезненной жизни Но они делают Грубую ошибку Они переносят Тот же самый образ жизни Из Рабочего времени Рутинного Ежедневного Будничного Расписания То же самое Они переносят И в свой отдых И получается То же самое Масло Масляное Торопимся Ничего не успеваем Сплошное Раздражение Дефицит внимания И возвращаемся В итоге Не отдохнувшими Вот так это выглядит В реальности И ты можешь это увидеть Только когда ты Здоров А сегодня Это тот как раз Редкий день Когда я здоров Потому что я нахожусь В самом естественном состоянии Для моего организма В состоянии волны Я не говорю Что вам тоже нужно Проходить Это все Нелечебный совет Но если я могу Я прохожу Мне это дано Во мне это есть И оно во мне проявляется Так что большое спасибо Помните Что дьявол в мелочах И лучше На одном-двух местах Как следует Заострить внимание Проникнуться атмосферой Чем бежать По всем Десяти возможным Каким-то пунктам Туристическим Превращаться в эту серую массу Таким образом Я могу только Посоветовать вам Если хотите больше Прочувствовать Вот это понимание Путешествия Не туризма А путешествия И посещения Впитывания Наслаждения Таких мест Красивых Как это Или любое другое Любое другое В любой точке мира В этом плане Можете брать пример С Евгения Николаевича У него есть Канал Здравого Смысла И там очень много Примеров Потрясающих Как вы можете Просто наслаждаться Жизнью И чувствовать себя Хорошо Спасибо большое За внимание Чао До скорых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok